Снаряжение, которое не имеет аналогов в мире, и корабли-трансформеры. Самые сложные задачи в экстремальных условиях выполняют водолазы Каспийской флотилии. Главная цель — испытать новейшие образцы оборудования и подготовиться к международным соревнованиям. На учениях побывала наш корреспондент Елена Пич. Стоп! 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 Такое дублирование команд нужно, чтобы все участники операции на земле и под водой действовали слаженно. По трансляции с видеокамеры, закрепленной на шлеме водолаза, руководитель видит, что тот делает сейчас на глубине. Ношу затопленный объект. Сейчас свою задачу завести за трос, трюк от крана, и поднимем этот объект на причал. Еще через несколько минут небольшая, но очень тяжелая помпа, назначенная на время тренировок объектом подводного поиска, зависает над пирсом. А водолаз вдыхает речной воздух. Раньше такое раздевание занимало гораздо больше времени и сил. И защищает своего владельца, по словам моряков, новый костюм куда лучше. Его труднее порвать, в нем можно работать с подводной сваркой. А некоторое оборудование на шлеме вообще ноу-хау российских разработчиков. Водолаз может дышать как на поверхности. В иностранных образцах данного вентиля нет. Есть вентиль слива воды. То есть при варенных ситуациях водолаз открывает вентиляцию и моментально сливает воду. В соответствии со стратегией обновления своего военно-морского флота Россия не забывает о Каспийских моряках. Это они со своих кораблей в октябре прошлого года нанесли ракетный удар по объектам террористов в Сирии. Под водой и на ее поверхности сейчас военные спасатели оттачивают навыки владения новой техникой. За последние два года в аварийно-спасательный отряд Каспийской флотилии пришло сразу семь новых судов. Вот эти два катамарана появились здесь в прошлом году. Их даже кораблями в полной мере назвать нельзя. Это универсальные аварийно-спасательные комплексы, сделанные по принципу конструктора. На палубе установлены, если можно так выразиться, сменные модули. Выглядят они вот как контейнеры, заполненные специальным оборудованием. Этот, например, предназначен для работы водолазов, но есть еще и те, которые предназначены для пожаротушения. Все вместе модули делают спасательное судно универсальным. Тогда оно одно способно заменить и водолазный катер, и пожарный. Или, как во время другой тренировки, по тушению терпящего бедствия корабля. Их можно установить просто на понтоне. Его можно отбуксировать к любому аварийному объекту на предельное расстояние приблизиться и приступить к пожаротушению. Рядом с кораблей один за другим снова спускаются под воду водолазы. Хотя задание у них привычное. Найти на дне заданный объект и подготовить его к подъему. Секундомер в руке командира подгоняет команда не хуже, чем на пидстопе «Формулы-1». В Каспийской флотиле идет очередной отборочный этап конкурса «Глубина-2016». Из 50 человек в команду войдут 8 лучших. Каждый из них должен быть готов ко всем испытаниям водолазного многоборья. Подъем аварийного объекта со дня, осмотр акватории, оказание помощи аварийному водолазу, оказать ему первую неотложную помощь, поднять его и выполнение всех подводно-технических, судоподъемных работ. После всеармейского этапа уже сборная команда всех флотов будет представлять Россию на международных состязаниях, которые пройдут летом в Севастополе. Елена Пич, Александр Вихтинский, Дмитрий Орехов, Первый канал, Астраханская область.